Добро пожаловать на фестиваль «Сказки короля»! 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 У нас для стандартного класса здесь была уже трасса, она была для мотоциклов приготовлена, мы ее частично задействуем, частично подкопали сами. А для класса «Экстрим» специально выкопали трассу экскаватором, ямы, канавы, шахматном порядке, ямки, горки, уклоны, колес наложили. То есть такая импровизированная трасса получилась. Ну она простенькая все-таки, в отличие от того, что вы обычно делаете? Нет, трасса очень сложная, то есть не для новичков, у нас приехали все участники уже победителей призеров чемпионата в Сибири, крае, то есть все спортсмены титулованные, то есть никого тут новичков нет. То есть здесь не только бийчане? Нет, здесь и Барнаул, и Советская, и Горноалтайская, и Алтайская, то есть есть очень много участников. Насколько вот сложно заниматься вот этим джип-триалом и вам машины не жалко? Ну у нас, скажем так, это болезнь такая, мы этим занимаемся, специально готовим машины и там 5-6 раз в год примерно участвуем в соревнованиях, где-то больше, то есть мы и по болотам ездим, и по снегу ездим, и по искусственным препятствиям ездим, ну такая хобби, скажем, у нас, скажем, не дешевое, но такое очень экстремальное. Ну получается, постоянно что-то ломается? Постоянно что-то ломается, сегодня много машин сломается, то есть, грубо говоря, ты месяц машину ремонтируешь, потом задние ломаешь, и месяц опять ремонтируешь, и так по кругу весь год. А вот как часто машина вот ломается так, что может быть ее вообще нельзя восстановить? Нет, такого не бывает, что вообще-то, что бы ни сломалось, все можно восстановить, но мелкие поломки всегда на трассе присутствуют, но бывает и более фатальные. Попадать автомобиль на любой точке. О-о-о, как эффектно он проскакивает, опять бахнул очень эффектно в эту точку, но так лучше не делать. Сейчас притормозить, так вот накроется, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Какие дети занимаются спортсмены и в какой возраст их? Ну вообще мы принимаем детей от 8 лет. Есть ребятишки, которые у нас занимаются и 3 года, и более. Есть и кандидаты в мастера спорта, перворазрядники и члены сборной Алтайского края по конному спорту. Насколько спокойны вот эти лошадки? Ну, лошади сейчас испытывают большой стресс, потому что у них дома происходит непонятное для них событие. Лошадки все нервничают, но я надеюсь, что ребята справятся и все у нас получится. Какие именно упражнения они будут показывать? Ну, будут показывать фигурную езду, то есть надо будет проехать синхронно и попарно, где-то показать прыжки на мощность. Чем выше лошадь прыгнет, тем, ну, соответственно, это очень зрелищное будет показание. Ну, в принципе, и костюмированные выступления с ребятами, с костюмами. А вот это палящее солнце, оно не помешает животным? Ну, конечно, тяжело и детям тяжело, и спортсменам, и лошадям. Но небольшой ветерок обдувает, поэтому, я думаю, мы справимся. Давайте немножечко познакомимся вот с этой лошадью. Как ее зовут? Сколько ей лет? Это кобыла, ее зовут Тея. Ей 9 лет. Она принадлежит конному клубу «Мечтатель». И на ней сегодня будет выступать Анастасия Медведева, наш спортсмен. И она как раз у нас сейчас здесь, прямо вот на этой лошади. Анастасия, скажи, пожалуйста, как тебе вот этот питомец, и как давно ты занимаешься вот именно с этой лошадью? Я занимаюсь с этой лошадью всего пару месяцев, и достаточно хорошо, очень хорошая кобыла. Какой у нее характер? Опиши немножечко. Ну, достаточно спокойная, но иногда все же пытается как-то предложить что-то свое. Но очень доброе, хорошее. Какими навыками ты уже овладела вот здесь на занятиях? Да, много какими. Умею хорошо сидеть в седле, выезжаю на соревнования, умею прыгать верхом. Успехи уже есть какие-то конкретные? Да, есть. Я получила первый разряд достаточно недавно в Барнауле. И большой опыт уже за плечами. На одной из площадок фестиваля занимаются кузнечным делом. Расскажите, пожалуйста, чему вы обучали гостей? Мы обучали кузнечному ремеслу. Девушка у нас ковала топор Одина. Это сильный оберег. Единственное ремесло – это кузнечное, где все четыре стихии – огонь, вода, земля, воздух. Насколько сложно вот такой оберег сделать? Ну, это надо у девушки спросить. Это очень тяжелый труд, особенно на этой жаре. Нужна прям силушка, да, особенно когда его шоркаешь. И меткость, чтобы попадать по этому топорику. Ну, в общем-то, все волнительно. И попадаешь то туда, то не туда. Ну, с мастером, кузнецом. Да, ну, мастер очень помогает. Да, спасибо. А вообще, что нужно было делать, какие произвести действия, чтобы вот такой у нас молот получился? У нас получается вот такая заготовочка. Вот такая она толстая. Мы ее ложим. Получается, надо было разогнать металл вот до такого состояния. У нас вот из такого квадратного получается плоская и правильная форма изделия. Вот таким молоточком, да, мы разгоняем? Можно, такие можно поменьше. Это кувалка. Кому, как у Бога. Это кувалдочка. Ну, мне можно. Это мое любимое. Мы его называем ручник кузнеца. Почему? Ну, у кузнецов свои термины. Это продолжение руки кузнеца. Мы же руками горячий металл не можем трогать, а молотком мы разгоняем металл. Это как пластилин горячий. Мы руками пластилин делаем, а металл горячий делаем молотком. Поэтому ручник. А вы вообще впервые что-то ковали? Да, впервые. Поэтому я подошла, потому что очень было интересно сделать что-то своими руками. Не боялись, потому что, ну, как бы, огонь, металл. Было страшно, что я не попаду или испорчу изделие. Но мастер мне помог. Все, удачно получилось. А вообще, насколько легко испортить изделие? Очень легко. Один раз попасть не туда, и изделие можно выкидывать. Получится уже не топор и не молоток. Ну, у нашей участницы получилось все хорошо? Да, получилось очень прекрасно. Сейчас повсюду самостоятельно. Слышен рев мотоциклов. Илюшников Александр с нами. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, к чему готовитесь? Занимаемся эндуро, то есть мотодисциплина. Одна из мотодисциплин. Она включает в себя езда по пересеченной местности. Мы конкретно занимаемся одним из, как сказать, подразделений, одно из их, хард эндуро. То есть это движение в горах, высоких нежностей, по самой сложной. У нас, получается, если выезды, то они длятся могут по 9 часов быть. То есть как эндуро переводится, если не ошибаюсь, выдержит. Вот то, что сейчас происходит, это, я так понимаю, тренировка перед выступлениями. Что отрабатывают участники? Отрабатывают баланс управления мотоциклом. То есть понять, как он рулится, как вообще, то есть работа с сцеплением, тормозом. Баланс. В основном, как одна из основных в эндуро и вообще в мотоцикле, это баланс. То есть как бы управление мотоциклом. Понять, как он движется. Здесь происходит, то есть они подъезжают к препятствию, допустим, где-то останавливаются, балансируют. То есть сколько могут, желательно, чтобы не ставить ногу. Нога земли не касалась. И дальше движется так. То есть и это вот продолжается. То есть отрабатывается так же, как любая тренировка, любое, что как упражнение отрабатывается, удар. Так и здесь то же самое. Одно и то же делается. А какое препятствие вот самым сложным считается? Колейный мост. Считается сложным, потому что он с поворотом. То есть вам нужно, ну, то есть очень сложное препятствие. Если пирамида, то есть там есть пирамида, у нее практически угол большой. То есть если, не дай бог, мотоцикл заглохнет где-то, то есть колесо у вас коснется, где-то вот не доедет, все, вы упадете. То есть а упастье, при естественной травмах сразу, то есть без проблем. В основном страдают кисти, локти, плечи, вот это все, суставы, колени, поворачивание. А трюки какие-то будут здесь продемонстрированы? Будут. Ребята будут прыгать, трамплины есть. То есть это уже больше к мотокроссу. Это не эндуро, это мотокросс. То есть так же напрыгивается трамплин. Ребята будут, кто занимался мотокроссом, они будут. Ну, это считается вообще эндуро-стадион. То есть искусственные препятствия, он включает себя. И трамплин, и бревна, и колеса, пирамиды, ступеньки, то есть колейные мосты. Все это как бы входит. Это получается на соревнованиях, это считается первый день квалификации. То есть отбор птовка, в какое время будет каким-то стартовать. То есть вообще это обязательно получается. А как давно вы вообще занимаетесь вот этим видом спорта? Этим видом спорта занимаюсь 4 года. Ну, то есть и еще заниматься, и заниматься я практически ничего не умею. В плане, ну, то есть как бы так вот. Это очень такой длинный-длинный путь. Мы сейчас стоим в палатке бийских казаков. И здесь их представитель Валерий Логачев. Скажите, что вы выставили для гостей? Здравствуйте. Ну, мы сюда приехали своей большой дружной командой. У нас стандартная программа. Выставка традиционного клинкового холодного оружия, макетов оружия. И современного снаряжения оружия. То есть люди подходят, разбирают автоматы, смотрят клинки, фотографируются. Там всем нравится. Ребятня довольна. А что за макеты? И вообще, расскажите подробнее, что у вас тут лежит? Ну, если кто разбирается, ММГ – это макеты массогабаритные. То есть это оружие современное, по весу, по твердости, по размеру похожее, как на настоящее. Это я прям по-простому объяснил. Люди, многие первый раз подходят. Мужчины подходят, прям говорят, 20 лет назад последний раз разбирал, дайте разобрать. То есть прям, ну, с удовольствием. А ребятишки, женщины прям с удовольствием разбирают, фотографируются. Все очень интересно. Ну и у нас, как бы, в Бийске мало у кого, что есть и клинки всякие разнообразные. Ну, макеты, естественно, все затопленное, безопасное. А желающие могут попробовать трубка лозы боевой шашкой. Ну и фотозоны, пофотографироваться со всем этим можно. То есть прям пользуемся популярностью. Напомните, что нужно для того, чтобы лозу хорошо разрубить? Ну, самое главное – это все-таки соблюдать технику безопасности. Там это прям уставы пишутся кровью. Желание, азарт, все расскажу, покажу, получится у любого. Даже дети это могут делать? Ну, дети тоже делают, но это вместе со мной. То есть я вместе с ними держу их рукой и вместе с ними рублю. Дети тоже рубят. Так, а если я попробую, как думаете, у меня получится? Да, сто процентов получится. С чего мы начинаем? Ну, всегда начинаем правильно держать, как шашку. Одеть темляк, держать в руку, выбрать дистанцию, удобно встать, с прямой спинкой подготовиться и рубить. Давайте, покажите пример. Замечательно. Легко. Смело. Вот отлично. Еще раз. Смелее. Быстро. Дальше действовать будем мы. Вот давай. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Фестиваль проходил на конно-спортивном клубе, а потому посетители смогли понаблюдать за разными животными. Причем не только за лошадьми. Здесь можно увидеть кабанов, козочек, верблюдов, в общем, различную фауну. Это была программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. Все, пока. Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.